Начнем с того Что, как говорил кто-то из великих Бойте своих желаний Мысли все материальные Лично у меня, когда я занялся автомобилями Что бы я ни хотел Это появлялось Из ниоткуда Я когда только-только начал Начал следить, подписываться в инстаграм На всяких ребят интересных И задавал вопрос, где вы их берете Этот вопрос сейчас мне все задают Где ты их берешь И примерно все одинаково отвечали мне Они меня сами находят Ну, не хочет говорить Видимо, какая-то есть тайная Какая-то коалиция Которая эти машины достает Действительно, машины находят тебя сами Все началось, наверное, в детстве Мы росли Как принято говорить, в тяжелое время Мопеды из велосипедов Мотоциклы из мопедов И увлечение пошло оттуда И я буквально года три назад Первый раз взглянул в сторону Ретроавтомобиля И купил свой первый пикап И вот за три года у меня Это было уже штук пять или семь Пикапов И самое смешное, что Интересно делать А когда ты сделал Хочешь идти дальше Потому что на этом ездить нельзя Ездить надо на чем-то современном Я называю эти машины Машины хорошего настроения Ты выезжаешь Вокруг всех Вот так вот Бип-бип Вот И у тебя повышается настроение Это огромная саморализация Когда ты из автомобиля У которого были дырки в полу И не было одного колеса На выходе получаешь готовый продукт На котором можно ехать И которые Ну, и люди оценивают Элементы тщеславия присутствуют Безусловно в этом Что ты делаешь своими руками Это гораздо лучше Что-то продавать Ну, Гессер Это одно из оцветлений Худродинга Американского Ну, все из Америки Ну, логично Американские машины Поэтому все из Америки Начало 60-х Вообще Это вид спорта Дракрейсинг Это 402 метра В основном Четверть мили В основном Они гоняются Друг с другом Поэтому у меня на борту Написано Гессерфедерация Правда, в России Гессерфедерация Представлена пока Моим единственным автомобилем Мне нужно второй Обязательно Чтобы было с кем соревноваться А вот еще важный момент Что так как зародилось Это все в начале 60-х То и машина должна выглядеть Вот до 65-го года Вот примерно Уважающая Любой себя уважающая Гессерфедерация Может не пустить у тебя На дредстрип Если у тебя там Современные задние Ну резина Естественно Современная А там диски Не тех годов Еще гессер Важное замечание Почему гессер Там на русский язык Это звучит Мне вообще ухо резало Первоначально Отвратительное слово Какое-то немецкое Хандахох Какое-то Вот И на газ похоже Но это не газ Гессерфедерация Это именно бензин Английский И принципиальная особенность Гонок на гессерах Это атмосферный двигатель Никаких турбин И работает только на бензине Ни метанола Ни нейтрометана Ничего не принимается Это экологически Чистые гонки Честные Экологически Чистые гонки И мой приятель Денчик Тоже Мой одноименец Укусил меня Этим Гессером Я бы так сказал Рассказывал Он Три года уже Бредит Эта история Он купил тоже Билэйр Но все руки Не доходят И значит Рассказал мне все Ну да Прикольно И буквально Через два дня Звонок Есть Билэйр старый В поле стоит Гнилой Мы там его Спаслили Его хотели бы В металловом сдать Типа заберешь А я как раз В Москву ехал Буквально На следующий день Я в офет Цепляю Москву Притаскиваю Видишь Ну единственное Что он был седан Пришлось сделать Из него купе И вот Покатилось Машина построена За полгода По выходным Я не профессиональный Механик Я работаю В логистическом Бизнесе Вот По выходным Приезжаю на дачу С своим другом И мы вот Колупаемся За полгода Мы из ничего Построили эту машину Есть особенности Это облегченный перед Максимально смещенный Центр тяжести К середине Конечно В других моделях Это достигается Среднемоторной Капановкой Здесь это невозможно Здесь просто Берется двигатель Самый мощный Который может быть Ну на самом деле Вариантов немного Можно взять Либо биг блок Либо смолк блок Вот В данном случае 454 биг блок На 7,4 литра Тоже интересный момент По идее Нужно ставить Рубковую ручку Вот Ручка От легкого Грузовика Или от пикапа Но так как Этого было Очень много Это как сейчас Не найти газона У нас 51-го Потому что Они их всех Пустили металлолом Вот так же там Все эти пикапы За все эти годы Их выпускались Миллионы Но они шли все На переплавку И ручной коробки Ее просто не найти А то что найти Стоит Вот то что мы нашли Самое дешевое В Америке Перебанную коробку 250 тысяч рублей Ну Немножко Конечно Интересное занятие Но если только За коробку 250 Плюс пересыл Это она будет золотая Поэтому Здесь стоит ТАХ-400 Это самая распространенная Коробка Самая мощная Она собрана На специальных компонентах Биемовских Это шифтер Который позволяет Включать каждую передачу Отдельным рычагом Я даже сам лично Сталкивался На другом автомобиле У меня там стоит Обычный шифтер И на старте Когда волнуешься Ты можешь проскочить Между первой И включить вторую передачу Один раз я даже Третий включил Со страху То тут так невозможно Ты подъезжаешь К старту Включаешь Первую передачу И дальше у тебя Тахометр показывает 7 тысяч Ну конечно 7 я закнул Так вот Шесть Вторая Шесть Третья И дальше уходишь в нейтраль Когда пересекаешь Финишную черту То есть все За тебя Можно сказать Делают машины Хотя Весь механизм Находится внутри Вот этой коробочки Специально двигатель Не покупался Он стоял у меня Валькамина Пер очень хорошо Двигатель морской Это Меркрузер От катера Я посмотрел Примерно 300 сил Они ставились на катера Но я добавил Два карбюратора Входной Впускной коллектор Плюс Впускные убраны Практически Ну триста Двадцать Ну посмотрим Предстоят гонки Во-первых Мы посмотрим Значит 26 сентября Пройдет осенний Russian weekend drag Где будут Представлены машины Из Питера Москвы Еще там Ближайших Московских регионов Это будут Старые тачки Которые будут Стараться ехать Вот И там все Вот мы попробуем Силы свои Наша ГСШ-федерация В виде одной автомобиля Выступит На этом мероприятии Ну тоже Немножко В сторону отойдем Я хотел ездить По городу на ней То есть Первоначально Я конечно Канону придерживался Думаю Но все равно Поставлю гидросилитель Поставлю вакуумный Филитер на вазов И сделаю все-таки Не совсем прямотоки А немножко удлиню труб Вот Немножко Сделал гражданский Вариант Гессера Но на нем Ездить по городу нельзя Это Это невозможно Во-первых Сквозь стекла Ничего не видно Сквозь эти красные Во-вторых Стоит такой звук Что боюсь Как минимум Не только полиция Но и просто Обычные граждане Будут недовольны И когда она завелась Я заглушил Сосед через два участка К причалу Все живы Сергей Иванович Все нормально Все мои домашние Прибежали Что случилось Вот Я сам в шоке Я не понимаю Почему она так работает То есть получается Что выхлопная труба Которая должна глушить Она усиливает звук Это такое ощущение Что я забыл Своему механику В багажнике Он сидит И стучит молотком Выпустите меня Выпустите меня отсюда В нашем случае Это русский китч Американский китч Оно такое Современные Гэссеры Даже не современные Те с усальным золотом Буквы писали Что-то вот такое Может быть это не так Это уже я додумал Это своего рода Американский Рестлинг Где нужно красиво упасть Вот так и тут Нужно красиво выглядеть И встать на задние колеса Фильм двухполосное шоссе Я посмотрел До того Как В принципе Начал увлекаться Вот этим Направлением Хатродинга Вот я посмотрел Думаю Забавные машины И особо мне понравились Стекла Ну как прикольно Ну как по-домашнему Прямо так Раз Открыл Книжечку достал Из шкафа Закрыл Прикольно Надо где-нибудь Так будет придумать И потом Когда я уже заболел Историей Такой я вспомнил О точно Будет именно так Дверь привезти Из Америки Это очень сложно И Ну нецелесообразно Просто мы Расшили существующую дверь И старые двери Сделали заднее крыло Все это легло на место Более-менее хорошо Дальше просто Набираешь Релегэссер И просто Монотонно Тыкаю кнопочкой И смотришь Как это выглядело Как это выглядело У одних моделей У других моделей И понимаешь Что можно скопировать В наших условиях Что нереально скопировать Кресло И откидную морду Сделали здесь Из стеклопластика Раму Кресло Все заказывается в Америке Белочка Это Белэйр Белэйр Это в русском Языке Скажем Что называют Ласково Автомобиль Белэйр И Я рассказываю Друзьям Будет называться Белочка Белочка Я срисую С конфет Белочка Ну что Белочка Что Человек Ненормальной Психикой Строит Такие машины Вот И приятель Такой говорит О А давай Белка Будет сжать Этого Воробья Почему Белка Должна сжать Воробья Ну как Ты что Видео Не видел Что ли Я говорю Нет Не видел Так вот Белки Они кровожадные И жрут Воробьев Ну ладно Ну как Мне не очень Понравилась Идея И приезжает Мне еще один Приятель И ему Рассказывает Он говорит Так пусть Он жрет Буревестника Почему Говорю Почему Буревестника Ну как Тундверберт И тут До меня Доходит Это же Гениально Это Отличная Метафора Белочка Пожирающая Буревестника Форд Против Шевроле Это Извечное Противстояние Эта машина Живая Эта машина Иногда Бьет Меня Реально Что-то Я не так Делал А повернешься Я вот Капклю Башкой Как ударишь Ну что ты Разговариваешь Так не я же Твоя А ты Как Любое Увлечение Это болезнь У меня уже 8 машин Слава Богу Жена терпит Детям нравится Это болезнь Всем советую Эта болезнь Хорошая Советую И призываю Мне нужна Гестерфедерация Люди Которые будут Со мной соревноваться Эта машина Один раз заехала На прицеп Один раз съехала С прицепа Все И вот Из гаража Туда-сюда Да Пока Она Работает Нестабильно Назовем это так Вот Но у меня Как раз Есть неделя Где мои друзья Биг Бой Биг Тонис Мне помогут И мы Настроим ее Как надо Я думаю Что она поедет Хорошо Музыка 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Волнения никакого абсолютно. Это мое, так нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мое лучшее время 13.93, кажется. Если честно, когда я сюда ехал, я, ну, такая была кланочка, выйти из 14. Вышел. Так, на тоненькую, но вышел. Конечно, хотелось лучше. Безусловно, хотелось лучше. Вот. Но из-за того, что двигатель все-таки стоковый относительно, и я заявился в категорию до 350. В последний заезд отказалась включаться третья передача, и это было мое лучшее время, потому что я проехал всю дистанцию на двух. Это оказалось более выгодно, и об этом теперь надо подумать. Возможно, что надо перенастроить всю систему, что ехать надо в передачу. За ту неделю, в которой ребята делали машину, они не все успели, так скажем. И вот когда я сел, прокатиться здесь немножко первые 100 метров, для меня было сюрпризом, что люфт у рулевого колеса, ну так, игрался в 30, и мне стало страшно в какой-то момент. Но выйдя на трассу, адреналин присутствует, сосредоточиваешься, и в принципе я там этого не заметил. Безусловно, это машина плюс пилот. В результате участвует не только чистое время, но и временная реакция. Если ты видишь зеленый, ты уже проиграл. То есть нужно тронуться в тот момент, когда гаснет медленно последний желтый, это должен быть уже в пути. Выгод Денис, Широлев, Белэйр, Гестер, Белочка. Поздравляем. Так скажем, первый выезд, да, первая обкатка ведра, и сразу призы. Красавчик, красавчик. Что это вам поет? Зачем это все нужно? Молодость. Молодость. КОНЕЦ. Сказать. КОНЕЦ. СКРАИН. КОНЕЦ. Продолжение следует...